Здравствуйте, меня зовут Слава. Я из небольшой инди-компании из Минска, которая называется Wargaming. Сегодня расскажу вам про плейтест. Для начала я хотел бы узнать, кто здесь находится. Поднимите руки, пожалуйста, дизайнеры, продюсеры или те люди, которые принимают решение о том, что должно быть в игре. А теперь вот все эти люди, которые подняли, да? Поднимите руки те, кто последние два месяца проводил плейтест. А последний месяц? Понятно, неплохо. А как у вас часто с плейтестами? Прости, что? Как у вас часто с этим бывает, с плейтестами? Да, я вот смотрю, примерно 20% проводят их раз в месяц. Ну, по крайней мере, в последний проводили. Окей, хорошо. Тогда я чуть больше сфокусируюсь на том, какие советы вам дать, и чуть меньше сфокусируюсь на том, как бывает. Вот, собственно, кто я такой? Меня зовут Слава. Здесь немного ненужной вам информации. Там 7 лет в IT, 5 лет в гейминдустрию, там сертификаты, ва-ва-ва. Это абсолютно неважная информация. Более важное то, что лет 10 назад я стал мастерить Dungeons & Dragons. За все это время создал примерно 5 ДНД-модулей, бросил играть пару лет назад и понял, что мне чего-то не хватает. Дело в том, что когда ты создаешь модуль, чтобы его эффективно отыграть со своими друзьями, его необходимо отыграть раз в 10. Каждый раз игроки умудряются или бросить кубик так, что происходит невероятное событие, либо сделать такие действия, что эти невероятные события становятся еще более невероятными. Я постоянно проводил плейтест до тех пор, пока не приходил к своим друзьям, с которыми играть было очень хардкорно, и которые были настоящими ценителями. И так у меня спустя какое-то время родилась идея, что, наверное, все-таки то же самое стоит делать в тех играх, которые мы разрабатываем. И за последний год, ну, наверное, все-таки за год с небольшим, я провел 150 с лишним плейтестов в Wargaming и не только. Вот, собственно, поэтому я решил поделиться с вами всей этой информацией. Зачем плейтесты? Вы наверняка слышали эти фразы, которые сейчас будут. Люди говорят, нам не нужны плейтесты, мы эксперты. Мы знаем, как мы должны делать свою игру, как бы, ну, зачем это все. Да, на самом деле вы эксперты, но никто, кроме целевых игроков, никогда не расскажет вам, вы никогда не увидите, как игроки играют, пока вы это на самом деле не увидите. Другой миф. Наша игра очень маленькая, плейтесты нам не нужны. Как бы и так все понятно. Ну, как бы да. Все понятно, но тем не менее, маленькая игра это все еще игра. Очень часто бывают такие ситуации, когда часть игры находится у вас в прототипе, в билде, где угодно, а другая плейтена в голове. И интересно играть в нее только вам. И пока, даже если это очень маленькая игра, пока вы не покажете другим, вы не узнаете, какая часть игры осталась у вас здесь. Говорят, что проводить плейтесты очень дорого. Давайте попозже. Ну да, можно как бы проводить попозже, но как бы когда игра выходит без плейтестов, чаще всего происходит плохо. Те, кто делают фри-то-плейчик, говорят, ну нам не нужны плейтесты, мы вот лучше статистику будем трекать и по ней отследим, что как. Как бы ну все по-честному, релевантная информация, стопроцентная. Ну да, но дело в том, что если вы ориентируетесь на статистику, то означает то, что вы уже вышли в релиз, а тестировать после релиза немного поздновато, да? Хорошо, скажете вы. Пускай, давайте будем проводить плейтесты, но мы будем проводить их у себя, в своей команде, между собой. У этого есть ряд плюсов. Во-первых, это дешево. Не бесплатно, конечно, потому что вы все-таки вы тратите свое время, свои силы, но это достаточно дешево. Это у вас нет зависимости от внешних обстоятельств. Вам не нужно искать каких-то ребят, приводить их в офис, либо писать им письма. Вы просто сказали там, эй, Виша, пойдем поиграем сейчас, посмотрим, как у нас вот этот вот пвп-карточный хардстоун или как он там называется, работает. Ну и, конечно же, вы это можете проводить в любой момент. Вы можете играть на бумажном прототипе, вы можете играть на прототипе без текстур, с моделями, которые двигаются неправильно. То, что игроку не покажешь, потому что у него совершенно другое восприятие должно быть. Но у этого есть ряд минусов. Чем больше вы тестируете самостоятельно, тем больше у вас замыливается глаз. Вы перестаете видеть те проблемы, которые когда-то были совершенно удивительными, совершенно очевидными. Примерно три месяца назад мы отправили наш прототип на оценку своим коллегам из Кипра, вот Женя Тараканов проводил ее. У нас, я тогда три месяца назад последний раз у нее играл, прошло три месяца, мы связались с ребятами, начали получать фидбэк, и Женя начал мне рассказывать те вещи, которые в тот момент я знал, но как-то подзабивал на них. Кривовато стоят какие-то фигуры, у нас какие-то действия неудобные, их неудобно выполнять на тачскрине. Это очевидные вещи, на которые когда-то квали болт, но они становятся через три месяца, поскольку ты не трогаешь игру, когда глаз снова у тебя прозрачный, они становятся настолько очевидными, что вау. Собственно, если у вас есть внешние игроки, вы можете не ждать три месяца, вы можете делать это чаще. Опять же, если вы проводите плейтесты самостоятельно, игра зависит полностью от вашего мнения, не от опыта игроков. Ну и чем больше вы проводите плейтестов, очень бывает такая, начинается горячка, когда каждый день появляются новые фича, и каждый день разработчики такие, давайте плейтестим, давайте плейтестим. Каждый день тратится по часу на то, чтобы играть в свою игру. Это очень здорово, но это может в какой-то момент превратиться в просто потраченное время без какого-то толку. Окей. Допустим, я вас убедил в том, что плейтест нужно проводить с внешними ребятами. Для того, чтобы это сделать, есть достаточно простой флоу. Допустим, я девелопер Слава. Я должен найти себе некого игрока, допустим, игрока Богдана. И вот по такому простому пути проходит весь наш плейтест. Сначала я, разработчик, к нему подготавливаюсь, я нахожу, собственно, этого самого Богдана, готовлю для него билд, я подготавливаю вопросы, которые я должен ему задать, делаю опросник. Я приглашаю его поиграть, даю ему билд. Все, что нужно от вашего игрока, это поиграть и дать фидбэк. При этом, видите, здесь есть в серединке есть такие вот параллели, параллели, господи, короче, квадратики, которые пунктирные. Они являются опциональными, но один из них, либо опросник в процессе игры, либо опросник, как сервер, должен присутствовать, потому что если вы фидбэк не получите, и одна из тех связей между вами и игроком прерывется, никакого профита никогда не будет. Ну окей, хорошо. У нас есть, в принципе, четыре пути основополагающие, которые, как мы можем проводить плейтесты. Он зависит от двух вопросов. Есть ли у вас деньги, есть ли у вас время. Если у вас много денег и много времени, самый простой способ для вас, самый лучший, наверное, эффективный, это создать свою собственную лабораторию. Это путь, который проходят большие корпоративные разработчики, например, мы в Wargaming. Создаются отдельные такие комнатки, в которых люди под наблюдением, с телеметрией, их температуры тела, движения глаз и прочего. Измеряется все, 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 для того, чтобы точно понять, что это весело, это не весело. Все зависит от игры. У нас как-то игры, например, прототипы 7 на 7, играют 14 человек, приглашаются. На каждого, точнее, на тех людях, которые попадают в какую-то определенную выборку, их в отдельную комнатку сажают, они играют. С них снимается телеметрия. Вот, например, там это фоточка из нашей лаборатории. Ну, на самом-то деле, этот путь очень длинный, тернистый и дорогой. Вот я на нем подробно останавливаться не буду, но если вы хотите, вы поищите на канале DevGam, наверняка найдете доклад Софьи Чебановой, она директора этого UX Lab, она там подробно рассказывает про то, как все это работает у них внутри. Если у вас все-таки есть денег, но нет времени, как всегда, лучше всего отдать на аутсорс. Однако в этот момент вам нужно принять решение, что же конкретно вы хотите отдать. Есть две опции. Первая – это аутсорсить только организацию плейтеста и, собственно, сам плейтест. Сказать, вот эти вот ребята, нам нужно примерно 27-летние мужчины из Южного Зимбабве, мы хотим на них провести плейтест своего dark-фэнтезийного матч-3. И ребята вам находят таких людей. Не знаю, как они это сделают, конечно. Они находят этих людей. Вы им даете билд, они организовывают плейтест, отдают вам результат опросники видеозаписи. Вы самостоятельно принимаете решение. Вторая опция – это отдать на аутсорс весь плейтест. Это означает то, что вы приходите, к какой-то компании со своей проблемой, говорите, что вы хотите проверить какие-то теории, они создают для вас методику, они создают для вас… Они полностью забирают всю ту же самую работу по поиску, подбору игроков. Как результат, они отдают вам не только записи, результаты опросников, но также отдают свою аналитику. Это дороже. Иногда это менее полезно, потому что у человека есть такое свойство, как якорение. Если он прочитает что-то в отчете, то он может на это заякориться и свои решения уже не принимать самостоятельно. Поэтому это может быть опасно, иногда это бывает выгодно. Ну, здесь принимать решение необходимо же вам. Есть две интересных компании, которые предоставляют такие услуги. То есть вот есть плейтест клауд. Это те люди, которые дают фидбэк в формате видеозаписей и результатов опросников. Собственно, у них стоимость примерно 50 долларов за одного игрока, но найти не могут практически кого угодно. Они сфокусированы на мобильных играх. Они не дают анализ, они дают только записи. Можно делать самостоятельно. Есть еще плейтестикс. Это местные ребята. Кто-то из их компаний выступал на прошлом DevGammy. Я с ними не работал, но слышал о них хорошие отзывы. Допустим, у вас уже нет ни денег, ни времени. Вы очень такой хороший инди. Типа есть простой путь. Очень простой, как вам кажется. Нужно просто найти игроков, разослать им билд, подождать фидбэка, отправить сервий и проанализировать. На самом деле не все так просто, потому что примерно только 50% из тех, кому пошлете билд, поиграют реально. Примерно 5 из них дадут вам фидбэк, напишут, как им было интересно играть или неинтересно. И примерно 15, наверное, заполнить сервий. Это по моему опыту из таких ремоут-плейтестов. То есть, если у вас есть 100 игроков, вы получите 15 сервер-респонзов и 5 фидбэков. Это совсем мало для того, чтобы вообще строить какую-то аналитику для игр, где вариативность очень высокая, например. Ну, нужно понимать, хватит вам такого количества ответов или нет. Например, когда я последний раз тестировал нашу игру от моей инди-команды, я на Reddit смог найти чуть больше тысячи игроков. Но для того, чтобы это сделать, мне понадобилось недели две постоянной переписки. То есть, кажется, что это занимает мало времени, но на самом деле занимает его очень много. Но есть еще последний вариант. Если у вас все-таки есть время, ну, вы же там, Индия, но нет денег, воспользуйтесь павалевым плейтестом. Это означает, что все, что вам нужно сделать, это просто выйти из своей зоны комфорта, пойти куда-нибудь, где вы найдете своих игроков, дать им поиграть, разговаривать с ними и мгновенно собирать фидбэк. Казалось бы, все так просто, но я вам хочу все-таки дать несколько советов для того, чтобы все это было попроще. Перед тем, как перейти к плейтесту, вам необходимо в первую очередь обозначить свои цели. Лучший способ, с моей точки зрения, это спросить себя, что я хочу знать. Например, я хочу знать, UX у нас понятный? Если я хочу задать этот вопрос игроку, я его, естественно, не спрошу так, я буду его постоянно наводить на действия, которые необходимы мне для проверки понятности UX. Я хочу узнать, например, достаточно ли фана приносит какая-то фича. То есть нам точно нужно знать, зачем вы проводите плейтест. Иначе это будет просто плейтест ради плейтеста. Во-вторых, обязательно проверить все перед тем, как проводить плейтест. В вилде не должно быть багов, все недоступные функциональности должны быть скрыты, контент тоже, чтобы просто у игроков не возникало лишних вопросов. Ну и обязательно потренируйтесь перед своими коллегами, или хотя бы перед мамой или кошкой. То, как вы будете рассказывать игрокам, что вы от них хотите. Например, я вот, здравствуйте, я Слава, вот хотите, вот у меня друзья играют, делают игру, вот я с ними как бы хотел им помочь. Можете мне поиграть, рассказать мне свое впечатление, я вам за это чашку кофе куплю. Ну, примерно так. Потренируйтесь в таких вещах, потому что с первого раза не получится. Сейчас, видите, я пытался придумать, я как-то не очень вышел. Есть закурить, надо подходить, а потом раз мобилу подсуну. Хороший вариант, я попробую. Нет. Ну и типичные вопросы люди вам будут задавать, например, а что здесь происходит и прочее. Вы не должны отвечать на вопросы, как делать, что и зачем. Необходимо наводить их. Но вам будут задавать такие вопросы, нужно быть готовым отвечать на них, так, чтобы сохранить внимание плейтестера. Во-вторых, вам необходимо точно знать свою target audience. Например, лучший способ – это создать себе портрет некоторого пользователя. Представьте себе, что ваш игрок – это какой-то мужчина 27 лет, такой типичный семьянин молодой с айфончиком, который любит при этом Стивена Кинга и нарративные истории. Вы придумали его, вы идете на форумы, вы идете в кафе-бар, вы идете на конференции, выставки и находите тех людей, которые, с вашей точки зрения, похожи на этих людей. Сидит, например, Миша, ковыряется в телефоне, такой, о, андроид-пользователь. В очках. С дочкой сидит. Вот пойду к нему, сейчас буду приставать. Подожди, это шутка про Богдану Сяиде, я так понимаю? Дежурная? Да. Окей. Не все понимают, но тут есть что-то. Ну и, собственно, общайтесь. В качестве примера хочу вам рассказать историю вот этого парня, его зовут Джон Гроу. Он из штата Калифорния. Он пошел в департамент транспорта. Вот с такими вот табличками и со своим билдом. И сидел вот так вот, ждал, когда люди к нему подойдут или сам подходил к ним и предлагал поиграть в игру его. Собственно, вот это все его этапы того, как он делал свою игру от самого начала до самого конца. Собственно, это игра Pachmania, которая полгода назад была 187 раз зафичерена в Apple Store. Она является эксклюзивом на iOS. И от самого первого прототипа, как видите, до того, как это в итоге механически выглядело потом, была проделана огромная работа. Только благодаря плейтестам. Собственно, ну опять же, видели, человек пошел в департамент транспорта, где будут люди сидеть в очередях и потенциально решать его пазл. Отлично. В-четвертых, попытайтесь остаться анонимным. Не в том смысле, что там ходить в маске и прочее, но просто не говорите людям о том, что это ваша игра. Говорите, что это игра ваших коллег, это игра ваших друзей, там, ваша мама ее делает, там, папа. Подбросили, вот отличный вариант. Почему? Дело в том, что люди такие сущности, которые очень сильно подвержены когнитивным искажениям. И одно из них — это предвзятость суждений. Если человек видит, что это ваша игра, он не будет давать вам негативный фидбэк, ну если, конечно, это не в его характере, там, давать только негативный фидбэк. Вот. Вы спросите у него, это веселая игра? Он скажет, да, да, да. Сам такой думает, блин, когда же это уже закончится, надо доиграть как-нибудь и уйти нормально. Старайтесь избегать привязки игры к себе, когда вы, собственно, просите провести плейтест. Обязательно задавайте вопросы, но вопросы должны быть непрямые. Если вы хотите узнать, фановая ли игра, спросите, как много времени, по-вашему, вы играли. Чем меньше ощущение времени, тем больше вероятность того, что игра понравилась. Вместо вопроса понимаете правила, задавайте вопрос, типа, а можете сыграть снова, только не заглядывая в правила, или, там, не задавая вопросов. Собственно, спросите про стратегию, это рассказываем больше о том, способен ли человек перерабатывать правила в некоторый свой собственный персональный опыт. Спросите у него, почему игрок, который выиграл, реально выиграл. Потому что, собственно, понимание того, как можно выиграть, приносит человеку возможность развиваться. Он сможет улучшить свой опыт в игре. Обязательно спросите, это один из самых важных вопросов, обязательно спросите, какую игру напоминает ему ваша игра. В этом случае вы реально сможете проверить, насколько эта игра совпадает с вашей target audience. Записывайте. Вы никогда не запомните все, поэтому обязательно записывайте. Если у вас нет большой студии, как у Wargaming, просто возьмите какой-нибудь MacBook, небольшую камеру, подключите ее, собственно, к MacBook и снимайте одновременно то, как человек играет, что происходит на экране. Снимайте его руки, снимайте лицо. Одним MacBook, телефоном и камерой это можно сделать. QuickTime Player вам это все обеспечит, гарантирую. Конечно, у вас MacBook будет греться и взлетать, но тем не менее все будет хорошо. Если не можете записывать видео, по крайней мере запишите, делайте какие-то себе пометки, потому что нужно будет все вспомнить. И обязательно дайте игроку ручку, какой-нибудь блокнотик, если он захочет вам объяснить что-то. Проще рисовать, чем говорить. Обязательно сделайте сервий. Либо выдавайте его в ручки, либо высылайте какой-нибудь. Обязательно сделайте его коротким, сфокусируйтесь на вопросах, которые должны соответствовать вашей цели. И если игрок не отвечает вам, то есть вы послали ему сервий, он молчит, подождите пару дней, пошлите еще раз. Может он просто был занят или прочитал ваше письмо на телефоне, но неудобно заполнять. Например, вот это сервий Bridge Down больше… Опросники бывают двух типов. Вот это больше сфокусировано на качестве. То есть он ставит качественный вопрос, насколько вам понравилось, чем понравилось и прочее. Вот это опросник нашего котика, он больше сфокусирован на количественных оценках. Например, вот этот показатель, он мне очень нравится. В маркетинге его называют Net Promoter Score. Это некоторый тул, который позволяет измерить лояльность пользователей. Вот в плейтестах его можно тоже использовать. Ну, по крайней мере, я использую. Очень интересно выходит. Не в чистом виде, конечно, но я сейчас объясню как. НПС считается как промоутер и минус детрактор. То есть получается какое-то показание того, насколько у вас людей, которые будут положительно отзываться в вашей игре, больше, чем те, кто будет отзываться негативно. Ну, также вы можете посчитать среднюю оценку, медианную, и на основании ее делать некоторые выводы. Например, вот у нас на одной из игр было 112 ответов, НПС был 10, то есть 10 людей, те, кто сказали 9-10, и их на 10 больше, чем тех, кто сказал, что игра от 6 и ниже. Средний НПС 7,2, медианный 7. То есть выглядит так, как будто игра людям понравилась, и в принципе неплохие отзывы. Это означает то, что мы спрашивали правильных игроков. Это вот игра CatCat, которую мы там скоро будем с друзьями выпускать. Есть другой результат. Например, 60 ответов, НПС минус 5, но при этом очень высокие средние. Это, собственно, результаты плейтеста Бриджда на Комик-коне в Уфе. Это не означает, что эта игра хуже. Это означает ровно то, что необходимо глубже пойти в демографию, которую мы получили. И вот на основании этого опросника выщемить, какая же у нас на самом деле target audience, отсечь тех, кто отвечал плохо, посмотреть, есть ли корреляции между плохими и хорошими, собственно, и выбрать ту аудиторию, которая нужна. Мой последний слайд, у меня 0 минут. Все полученные результаты, они, конечно, бесценны, но только тогда, когда вы объясните это своей команде. Почему, как и что нужно сделать. Обязательно показывайте им записи, обязательно ссылайтесь на то, как люди вели себя во время плейтеста. Цитируйте. Например, когда мы тестили котика, Лерика сказала, что я не могу так играть, потому что мне постоянно кажется, что я задену вот эти вот маленькие стыки между домами. Мы их уменьшили, потому что реально мы не замечали. Избегайте использовать цифры в качестве аргументов, потому что в спорах цифры могут быть интерпретированы по-разному. Используйте выводы, а не сами цифры. И избегайте предубеждений в любом виде, абсолютно из стереотипов. Трижды подумайте, правильно ли вы сделали вывод, не подвержены ли вы каким-то предубеждениям. Последний слайд, это краткая суммаризация всех типсов. Меня зовут Слава, вот здесь мои, собственно, контакты. Спасибо вам. Спасибо, Слава. У нас совсем мало времени на вопросы. Если есть, вот есть. Я поэтому не буду мучить. Добрый день. Большое спасибо за лекцию. Вы говорили о… Я представился? Нет? Я Дмитрий Неклюдов. Вы говорили о том, что плейтест может быть инструментом для определения и конкретизации целевой истории. Вот. Вопрос как? Сейчас поясню. Мы даем игру поиграть ряду людей. Один из них говорит, что все очень плохо. Один говорит, что ну норм. Третий говорит, что все очень прекрасно. Вот на кого из них смотреть? Потому что если тот, который говорит, что все прекрасно… Нет, я немножко запутался. Я могу попытаться быстро ответить. А ваши друзья реально целевая аудитория или просто друзья? Где-то кто-то в одну сторону, где-то кто-то в другую. Давайте мы сейчас там перейдем вару, чтобы я не задерживаю и договорим. Еще вопросы? У меня вопрос про использование аутсорса на плейтесты. Я так понимаю, вы до организации лаборатории их проводили? До организации лаборатории я в Wargaming не работал. Она 4 года назад появилась, но оборудована была там пару лет назад до конца. Есть опыт непосредственно личный по работе с аутсорсером? Личный опыт у меня основан на основании работы с плейтест-клаудом. В нем у меня не получилось для своего инди-проекта нормально поработать, потому что стоимость одного игрока 49 долларов. Если я хочу поискать на ней аудиторию, для меня это стоит огромных денег. Если я хочу проверить разные варианты действий, ну нужно очень сильно конкретизировать аудиторию. Я пока еще не готов, я этим воспользуюсь через пару недель. Но скажем, да, я потратил там денег на 10 игроков. Результаты мне понравились, но дорого. А насколько точно аутсорс выполняет задачи поставленные по опыту? Они полностью соответствуют контракту. Выгоды здесь уже… Когда я первый раз использовал несколько раз, я, как казалось, я просто неправильную аудиторию выбирал. Получались странные результаты. А потом, когда уже нашел, кто мне нужен, тогда уже получилось лучше. То есть, ну, а так они выполняют все, что в рамках контракта. Опросники, записи, все прекрасно. У нас последний вопрос. Здравствуйте, Вячеслав. У меня в конце мы коснулись немножечко технического анализа собранного фидбэка. И у меня такой немножечко заковыркой вопрос. Чем технический анализ фидбэка и перевод его в какие-то непосредственные метрики, цифры отличаются от сбора статистики и уже геймдизайнерской интерпретации метрик? Разница в том, что статистику ты собираешь на живых игроках после запуска. Ну, метрики можно логировать непосредственно во время плейтеста. При этом сбор метрик никак не мешает проведению плейтеста, сбору фидбэка, общению, модерированию плейтеста. Абсолютно не мешает. Можно собирать статистику во время плейтеста. Просто вначале мне показалось, что был какой-то довод о противоречии. Когда мы говорили, что если мы будем ориентироваться только на статистику и не проводить плейтесты, да, есть противоречие. Все зависит от того, на самом деле, что мы хотим увидеть, потому что минорные изменения на небольшой выборке плейтестов, они могут быть незаметны. При этом, если мы эти изменения озвучим в регламенте, игроки будут на этом фокусироваться, мы получим гипертрофированную оценку, либо переоценку. Я понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас. Если кратко, то если игра находится в оперировании, постоянные апдейты происходят, то ориентироваться лучше на статистику, потому что это инструмент плейтеста. Если мы говорим о игре, которая не запущена, ее еще нет в сторах нигде, то плейтесты проведите обязательно. Если ты в процессе собираешь статистику, то замечательно. Отлично. Все, спасибо. У нас готовится следующий докладчик.